Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Моей дочери недавно исполнился один год. Ребенка словно подменили, она абсолютно не признает меня мамой. Мама может сказать любой женщине на улице. Она была на грудном скармливании до полгода. С полгода я взяла няню, потому что страдала от тяжелой послеродовой депрессии. Няню три раза в неделю ребенок воспринял хорошо. Меня она не теряла ни разу. Параллельно в выходные помогала бабушка, моя мама. Месяцев до 11 я чувствовала, что она понимает, что я близкий человек. Вроде тянулась ко мне. Хотя бесконечно называла мамой всех подрат. Три дня назад мы с мужем оставили ее с ночевкой, у моей мамы наденем всего лишь. Когда приехали, я взяла ее на руки и у нее началась истерика. Пошла к отцу на руки и с тех пор идет только к нему. Ко мне не подходит, если я беру на руки, плачет и тянется к папе. Если он закрылся в ванной, то она бьет в дверь. Могу отвлечь только если он уходит. Сейчас у нас другая няня, так как предыдущая ушла. К ней ребенок также прекрасно настроил. Не спорю, материнство оказалось для меня непосильной ночью и я не самая лучшая мать. Часто проскальзывала мысль, что родила я зря, что не люблю ее. Но в глубине души это, конечно, не так. А теперь, глядя, как она ко мне равнодушна, я стал относиться к ней еще хуже. И появилась обида. Папа-дочь любит, много времени готов ей уделять. Получается, никакой безусловной любви к матери и нет. Все жалуются, что ребенок никуда не отпускают. От моей же дочери все равно, рядом я или нет. А няня, папа и бабушка раз в неделю ее вполне устраивают. Я стараюсь быть с неласковой, но ей как будто все равно. От няни полностью отказаться я не могу. Ребенок гиперактивный один день с ней можно лежать в лёжку. Неужели это результат того, что с ней много занимается других людей? Прошу помочь с советом. Я очень прошу не писать про мои отношения с мамой. С мамой отношения хоть и сложные, но я всегда, с раннего детства, была к ней очень сильно привязан. Ну, давайте обратим внимание на то, что вы просите в своем тексте совет. Ну, не очень понятно совет, в чем вам нужно дать. То есть, если говорить о том, что происходит с вашим ребенком, например, и почему с ним происходит, допустим, то, что происходит. Здесь нужно смотреть именно на него и, как бы, общаться нужно, наверное, именно с ним. Ну, в смысле, детскому психологу очно необходимо провести осмотр, чтобы уже о нем поговорить. Используясь разные методы. Игротерапия, например, или просто нарисовать, ну, просто рисунок, да. Вот, на основании этого уже выясняется, через проективные методики могут выяснить, что ребенка беспокоит. Особенно, если это актуально, если она не говорит. Вот, вашему ребенку один год, соответственно, не разговаривать. Но через игры можно, я думаю, что-то увидит. С другой стороны, мне кажется, что один год все-таки не тот возраст, когда плюс-минус адекватно ребенку было бы взаимодействовать с психологом. Но это лично мое мнение, я его никому не навязываю. Я думаю, что у специалистов может быть свое мнение по данному вопросу. И они, в принципе, имеют на него полное право. Специалисты по детской психологии пишете вы, тот, кто вам нужен, да. Вот интересуются специалисты по детской психологии. Понимаете, какая штука? Вот что вы сейчас, собственно, делаете? Вы говорите, мне нужен специалист по детской психологии. Но специалист по детской психологии, это тот, кто занимается с детьми. То есть это детский психолог, который работает с детьми. Но совет нужен вам. И это уже не детская психология. Это уже, как бы, психология для взрослых, потому что совет нужен вам. Но совет вам нужен по поводу ребенка. А ребенка мы знаем только с вашего описания. Что может быть несколько субъективно. Кроме того, в психологии существует позиция. И я этой позиции придерживаюсь. Я эту позицию вполне разделяю. Согласно которой, ребенок это отражение поможет, что происходит с родителем. Иными словами, проблема ребенка – это ваша проблема. Вопрос только в том, хотите ли вы их решать, эти проблемы свои. Да? Поэтому вопрос заключается здесь вот в чем. Согласны ли вы с тем, что проблема ребенка и то, что сейчас с ним происходит, – это отражение ваших проблем. Например, ваша излишне сильная, может быть, привязанность к матери. И вытесняемая злость на нее передается ребенку, и она от вас отдаляется, как вариант. И, соответственно, направление работы здесь примерно в плюс-минус, я надеюсь, ясно. Ну, повторюсь, я не претендую на истину сейчас, это просто вот как пример. А лично мне кажется, лично мне кажется, что проблематика здесь немного другая. С мамой напрямую вашей не связана. Хотя, любопытен, любопытен ваш посткриптум, где вы просите не говорить и не писать про ваши отношения с мамой. А, простите, собственно говоря, почему? Ну, если вы знаете, что у вас отношения с мамой сложные, если вы знаете, что вы к ней сильно привязаны, почему бы это не сделать предметом психотерапии? Почему бы вам с этим не поработать, а вы как-то сразу от этого отказываете? Это вот, на мой взгляд, несколько странная такая позиция. Вообще, я бы никаких моментов не исключал бы в психологической работе, потому что никогда не знаешь, где находятся причины тех трудностей, с которыми сталкивается человек. Во. Давайте мы с вами пойдем по порядку. Значит, вы пишите, что с полугода вы не наняли няня, потому что страдали от тяжелой послеродовой депрессии. Сразу здесь возникает вопрос. У вас был или есть диагноз? Если диагноз есть, назначена ли вам психотерапия? В том числе психологическая психотерапия. То есть, психотерапия именно не медикаментозна, потому что она благодарна психотерапии. Бывает медикаментозна, бывает нет. Соответственно, вопрос, назначали ли вам именно не медикаментозную психотерапию, направленную исключительно на работу с психикой вашей. Как бы у послеродовой депрессии есть свои эндогенные, то есть физиологические, и психогенные, то есть психологические причины. И если ваша послеродовая депрессия имеет психогенные причины, с ними нужно работать, ребенок является отражением этих самых проблем. Тем более, что вы говорите, что депрессия у вас тяжел. Так что здесь момент как минимум не ясен. Как минимум. Здесь момент остается не ясным. Вы говорите о тяжелой депрессии, вы говорите о том, что наняли няню, потому что у вас тяжелая депрессия. Вот. А ближе к концу своего текста вы пишете, что от няни вы не можете отказаться, потому что ваш ребенок гиперактивный. И если проведешь с ним весь день, то лежишь в легку. Так не совсем понятно, у вас няня потому что ребенок гиперактивный, или потому что у вас депрессия. Как бы это несколько разные вещи, как мне кажется. По крайней мере, в контексте вашего расслабия, эти вещи кажутся достаточно разными. А вы как-то их помещаете в одну строку. А все это две причины, по которым вы не можете, например, рассказать с латняжью. Вы так же не говорите. Вот. В общем, здесь я бы сказал, пока больше вопросов, чем ответов. Дальше. Ам... Вот вы пишете. Месяцев до 11, и я чувствовала, что она понимает, что я близкий к тебе человек, и вроде бы тянулась ко мне. А... А как вы к этому относились, к тому, что она понимает, что вы близкий человек? Дело в том, что у меня создалось такое несколько глобальное, я бы сказал, впечатление, что у вас несколько тяготит ребенок. Ага. И то, что условно говоря, вы чувствуете чувство, вылезли, что она к вам тянется, так же вас тяготит, но хотя бы потому, что опять же у вас депрессия. И дело здесь не в депрессии, а в том, что вы считаете себя ей обязанной, вы считаете, что вы ей судя по всему должны. А... Няня... Няня... ... ...появляется в семье по нескольким моментам. Первый момент, когда родители физически не могут проводить время с ребенком, такое бывает, то это вполне нормальное явление. И няня бывает, когда родители чувствуют, что не дает своему ребенку того, что он нужно, того, что он должен, испытывает чувство вины, и из чувства вины нанимает няню. Я, конечно, сейчас смотрирую ситуации, реальные ситуации, куда более тонкие, куда более неоднозначные, куда более они, что называется, серые, то есть не белые, черные, а именно серые. Вот. Но общая картинка такова. Когда я не могу быть таким родителем, каким я считаю, должен быть, я чувствую свою вину, стыд, страх, тревожность, и нанимаю няню, чтобы кто-то давал ребенку то, что я считаю, должен давать я. Здесь происходит отказ от естественности. Вы говорите, что вы стараетесь быть ласковой с твоей дочерью. И в контексте того, что вы считаете себя не лучшей матерью и сомневаетесь в том, в том, правильно ли вы сделали, что родили ее, и считаете, что зря ее родили. В контексте этого у меня есть ощущение, что вы стараетесь быть ласковой с ней не только сейчас, когда потеряли восприятие дочери о вас как матери, но вы старались для нее и раньше, и вас это очевидно тяготило. Не то из-за депрессии, не то из-за того, что она гиперактивный ребенок, и вам с ней тяжело. понимаете, то есть причины могут быть разными, но у меня есть ощущение, что вы все время пытаетесь кого-то из себя с ней строить, потому что так должно быть, как будто вы говорите естественности в ваших отношениях. нет. Как мне кажется, не так страшно, что вы не проявляете к ребенку ласковости, не так страшно, что вы не проявляете к ребенку какой-то изленности и тепла, как страшно то, что вы не являетесь что называется собой с ней, то есть вы не позволяете себе быть естественным с ней. И вот это куда более, на мой взгляд, хуже. Я думаю, что ваше требование от себя, требование от себя любить определенным образом ребенка, требование от себя понравилось себя определенным образом, потому что у вас есть элемент сравнивания ее с другими, как раз таки мешает вам быть собой, мешает вам устраивать отношения с дочерью, не такими, какие они должны быть, а как их вы мечтаете, может быть, в том числе и в контексте своих взаимоотношений с мамой, а такими, какие они есть, такими, какими они могут быть, учитывая вашу личность, ваши возможности, ваши ресурсы, ваши особенности и особенности вашей дочери. на мой взгляд, это достаточно важный аспект, который бросается в глаза, что вы не являетесь собой, вы говорите, что поскольку ей на меня все равно, я чувствую обиду, вот понимаете, обида появляется не просто так, обида появляется, как правило, в результате определенных ожиданий, то есть у вас есть ожидания от дочери, но то, что вы от нее чего-то ждете, не является чем-то обособленным, если вы можете чего-то ждать от нее, скорее всего, вы ждете чего-то и от себя тоже, и вот это, то, что вы от себя ждете чего-то, не является ключевым моментом, по крайней мере, с точки зрения того материала, который вы дали, что у вас не складываются отношения с дочерью, вы ругаете, может быть, себя, за то, что вы не такая мать, какой должны быть, ребенок это чувствует, из-за этого вы не можете как бы быть с собой, из-за этого вероятно вы ее в какие-то моменты эмоционально отталкиваете, ребенок чувствует искусственность, и когда он оказался в средней которые более естественны с ним, с ней, вот, и ей это больше понравилось, а с вами есть ощущение напряжения, ощущение, может быть, тяжести, искусственности и так далее, понимаете, и дело здесь не в депрессии, и дело здесь не в том даже, что у вас отношения самые, какие-то не такие, хотя все это безусловно влияет, а я ведь не просто так говорил, если у вас диагноз, проходите ли вы психотерапию и так далее, понимаете, вот, дело здесь не в этом, а в том, что с ней вы требуете от себя быть кем-то, кем вы не являетесь, и значит, от нее потребуется быть той, кем она не является, тоже, понимаете, вот, такая вот история, конечно, привязка к вашей маме, эмоциональная привязка к вашей маме не может не играть здесь роли, в частности, не может играть роли в идеализации отношений, то есть человек, который привязан к своим родителями, идеализирует отношения между родителями и детьми, вот, на мой взгляд, ничего хорошего в этом, в принципе, быть не может, потому что любая идеализация это иллюзия, любая идеализация это сведение множества мотивов, и здесь множество, я употребляю в значении больше одного мотива к одному действию, к одной сфере, вот, ну, например, ничего хорошего не получится, если человек будет в одной сфере какой-нибудь, например, профессиональной, пытаться реализоваться, получить любовь, да, там, не знаю, найти признание и духовно и личностно вырасти, вот, подобное отношение к работе вряд ли сделает работу и профессиональный путь человека, скажем так, легче, нет, конечно, человек может найти такую работу, но я бы сказал, что это скорее будет случайно, нежели сэкономерно, совершенно нормальный, как наобратный, сверху, человек удовлетворяет разные потребности, у вас такого не происходит, у вас происходит наложение, вот, унификация, что называется, и от этого в итоге, как мне кажется, страдают все, страдают вы, страдает ваш ребенок, в том числе, сэкономерно, повторюсь, повторюсь, у вас очень мало, ну, соответственно, мало информации вы даете про себя, она здесь являлась ключевой, давайте я обращу внимание на следующее, вы пишите, материнство, оказалось, для меня не посильнее, но, что я не самая лучшая материнка, для чего же выражали, так далее, как вы чувствуете, что вы не самая лучшая материнка, потому требуете от себя быть самым лучшим матером, дальше, вы пишите, просказывает муисель, что я родила ее зря, и что я не люблю ее, я думаю, что здесь, скорее всего, про то, что вы не любите ее так, как должны любить, понимаете, я не думаю, что речь именно про любовь, я думаю, что речь про то, что вы не любите ее так, как должны любить, вот, далее вы пишете, но в глубине души это, конечно же, не так, что вы здесь имеете в виду, а имеете в виду вы здесь то, что вы не доверяете себе, судя по всему, вы говорите одно, и тут же противоречите сами же себе, вот, то есть, та же история, по большому счету, что и и с причинами появления нюансей, и та же история с советом, творечься, дихотомия, несоответственно, несоответствие, понимаете, да, и возникает, таким образом, у меня вопрос, а как у вас дела с личной ответственностью, насколько вы лично, личностно ответственны, это не касается обязанностей ваших, которые вы на себя берете, это не касается долга, нет, касается отношения, понимаете, да, дальше, у меня пишите вы, появляется к ней обида, расскажите поподробнее, что вы имеете ввиду, говоря о том, что у вас к ней появляется ангел, расскажите, расскажите, пожалуйста, об этом поподробнее, это очень важно, очень важно, чтобы вы постарались это видеть, что это за обида, что вы ожидали, как она появляется, дело в том, что ожидания появляются тогда, когда человек перекладывает ответственность со себя на другого за то, что нужно ему, почему, собственно говоря, я и спросил вас про ответственность, вот есть у меня некоторые сомнения относительно вашей личной ответственности, точнее есть сомнения относительно развития вашей личной ответственности. И, на мой взгляд, с этим нужно поработать. Дальше, значит, вы говорите о том, что получается никакой безусловной любви к матери и нет. А она должна быть? Почему должна быть безусловная любовь? Ну, мне кажется, что если ребенок испытывает определенные ощущения с мамой, с родителем, эти ощущения являются неприятными, почему должна быть любовь? Вот понимаете, какая здесь мысль возникла у меня? Здесь мысль возникла такая. А не родили ли вы ребенка для того, чтобы получать от него безусловную любовь? Потому что сами не чувствуете, что вас безусловно кто-то любит. Я не претендую на истину. И я не ожидаю, что я буду прав, потому что, скорее всего, вы не согласитесь с этим. Но не торопитесь протестовать. Обратите в себя этот вопрос. Может быть, не на 100%, и не на 50%, и может быть, даже не на 30%. Но если в чем-то вам это откликается, а ведь сильное сопротивление – это тоже отклик, это вытеснение чего-то. Если вам это откликается, то об этом как минимум стоит поговорить. Это как минимум стоит разобрать. Дальше. Вот вы пишете, что все жалуют, что ребенок у нее, ребенок никуда не отпускают. Моей дочери все равно рядом ей или нет. Так и в чем тогда проблема-то? Зачем тогда няня, если ей все равно? Ну, как бы, почему вы говорите, что проводишь с ней день и в лесках? Если ей все равно, будьте свободны с ней. Разве нет? Опять же, здесь противоречие. Вы говорите, что ребенок отнимает у вас много сил, но при этом вы сравниваете ее с другими детьми, которые своих родителей не отпускают, как бы, противопоставляя этому, то, что вашему ребенку все равно. И вы говорите, что няню вы нанимаете, потому что у вас нет сил. Как бы, вот понимаете, да? Долг, в благословании, здесь существуется. Это не результат того, что с ней занимаются много других людей. Это не результат. Точнее, дело не только в этом. Довольно часто ведь явление, когда бабушки, няне помогают. Может быть, не лучшим образом это делать в раннем возрасте. Все-таки в раннем возрасте ребенку желательно быть только с родителем. Но это нормально. Дело в вашем восприятии себя. И дело в вашем восприятии ребенка. Мне кажется, что самый легкий способ, который мог бы быстрее всего привести вас к решению проблемы с ребенком. Был бы путь, так скажем, по следу обиды вашей. Это было бы, мне кажется, весьма полезно. Вау. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ был вам интересен. Я буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу. Я бы еще раз обратил внимание на то, что вы отказываетесь обсуждать свои отношения с мамой, которые являются судьбой самопроблемой. Хотя бы потому, что у вас сложные отношения. Когда вы пишите, что прошу мне писать о чем-то, это уже вызывает определенные вопросы. В том смысле, что а не бежите ли вы об какой-то проблеме. Я буду очень рад, если мой ответ даст вам пищу для размышлений. Я надеюсь, что ваша ситуация с ребенком разрешится. Правда, разрешится она только при условии вашей обязательной психотерапии. Судя по всему, вам требуется регулярная психотерапия. Удачи вам! Всего самого доброго!